Всем привет! Смотрите как восстановить данные с RAID массива нерабочего у нас хранилища LACI. Как собрать или изменить уровень RAID и как достать файлы с разрушенного RAID массива. Данные в современном мире имеют огромное значение. На сетевых хранилищах зачастую хранятся фотографии, документы, видео, бэкапы и другая ценная информация. Сетевые хранилища обеспечивает надежность хранения данных, так как для хранения файлов используется технология RAID. RAID — это технология, которая объединяет несколько физических дисков в единое логическое хранилище данных. RAID обеспечивает надежность, высокую производительность и возможность восстановления данных в случае одного или нескольких дисков. LACI 5 BIG позволяет создавать дисковые массивы различных уровней, например RAID 0, RAID 1, 5 или RAID 6, что в свою очередь обеспечивает защиту данных от потери. RAID массивы обладают несколькими преимуществами, включая повышенную надежность, отказоустойчивость и возможность восстановления данных. Однако могут возникать проблемы, такие как аппаратные сбои, ошибки конфигурации, выходы из строя оборудования, что в итоге приводит к потере доступа к файлам. В таких случаях важно знать, как восстановить доступ к данным и вернуть их. Далее в видео мы рассмотрим, как собрать RAID массив на данном NAS и как изменить его уровень. А также, что делать, если RAID массив разрушен и сетевой диск недоступен. Для начала давайте разберем, как создать RAID массив на данном типе устройства. Это даст представление о технологии RAID и поможет при восстановлении информации. Итак, у нас есть устройство от фирмы LACI, модель 5 BIG Network 2. При первичной настройке устройство автоматически создает RAID массив. Его параметры зависят от количества подключенных на накопителей. Для того, чтобы изменить уровень RAID, откройте веб-интерфейс LACI. Введите в браузерной строке IP-адрес устройства. Для определения IP-адреса можно воспользоваться утилитой LACI Network Assistant. В открывшемся окне управления сетевым хранилищем перейдите в раздел управления RAID. В данном разделе вы увидите информацию о текущем состоянии массива. Для изменения параметра и перестроения массива кликните по кнопке Manage. Выберите тип построения автоматически или вручную. Next. Отметьте диски из которых будет состоять будущий массив. Next. Далее выберите уровень RAID. Next. На следующем шаге проверьте параметры массива и нажмите Finish для подтверждения. После начнется инициализация. Данный процесс в зависимости от объема дисков может занять от 10 часов. Время построения представлено в данной таблице. При потере доступа к сетевому диску в случае выхода из строя сетевого хранилища или других сбоев оборудования. Для того, чтобы заново собрать разрушенный RAID и достать из него важные данные, вам понадобится специальная программа для восстановления данных. Hetman RAID Recovery. Hetman RAID Recovery поддерживает все популярные файловые системы и типы RAID, включая технологию построения массива LACY. В автоматическом режиме соберет из дисков разрушенный массив и вы сможете достать из него ваши файлы. Для начала процесса восстановления извлеките диски из сетевого хранилища и подключите напрямую к материнской плате компьютера с операционной системой Windows. Обратите внимание, что перед тем, как начать восстановление данных, вы должны подготовить свободное дисковое пространство, равное емкости данных, которые вы собираетесь восстановить, чтобы скопировать восстановленную информацию с массива дисков. Если на вашей материнской плате недостаточно SATA портов или разъемов питания, воспользуйтесь соответствующими переходниками и расширителями. Также в зависимости от уровня RAID вы можете исключить один или два диска из массива, так как, к примеру, RAID 5 остается работоспособным без одного накопителя. После подключения накопителей и запуска программы она в автоматическом режиме начнет сканирование дисков и построит из них разрушенный RAID. Ниже вы видите параметры массива. Для поиска утерянных файлов кликните по найденному разделу правой кнопкой мыши и нажмите открыть. На следующем шаге нужно выбрать тип анализа, быстрое сканирование или полный анализ. В случае выхода из строя сетевого хранилища или если программа правильно собрала RAID, достаточно будет быстрого сканирования. По завершению сканирования откройте папку, где лежали файлы, которые нужно вернуть. Программа сохраняет всю структуру и имена файлов, поэтому найти нужные не составит труда. Их содержимое можно посмотреть в окне предварительного просмотра. Ранее удаленные здесь отмечены красным крестиком. Отметьте все, что нужно вернуть и кликните по кнопке восстановить. Укажите место, куда сохранить данные, диск, папку, а затем нажмите восстановить. И готово. Все выбранные ранее файлы будут лежать в указанном каталоге. Если программе не удалось найти файлов, после быстрого сканирования запустите полный анализ. Для этого вернитесь в главное меню программы, кликните по диску правой кнопкой мыши и выберите проанализировать заново. Полный анализ. Укажите файловую систему диска. Отметку поиска по содержимому для начала можно снять, это ускорит процесс поиска. В дальнейшем, если программе не удастся найти нужных файлов, нужно запустить повторный анализ с отметкой поиска по содержимому файлов. Как видим, программа справилась с поставленной задачей, собрала из дисков разрушенный рейд, нашла все файлы, которые остались на диске и даже те, которые ранее были удалены. В случае с ICSI диском при рабочем на схранилище вы сможете просканировать накопитель прямо из системы клиента. Просто запустите программу и просканируйте сетевой диск. Найдите файлы, которые были случайно удалены и восстановите их. Этот способ может помочь при случайном удалении файлов с хранилища. В таком случае не нужно доставать диски с хранилища. Настройте ICSI соединение и попробуйте просканировать накопитель, из которого были удалены файлы. В некоторых ситуациях программа может не собрать рейд в автоматическом режиме. Это может быть в результате затирания служебной информации на дисках. В результате программа не может определить параметров разрушенного рейд. В таких случаях поможет рейд конструктор с функцией ручного построения. Конструктор поможет при затирании начала диска, где хранилась вся информация с параметрами массива. Если вам известны его параметры запустите конструктор. Здесь выберите опцию создание вручную. Далее. Укажите тип массива. Порядок блоков. Их размер. Добавьте диски из которых он состоял. Недостающие заполните пустыми. Кликнув по плюсу. Также возможно придется указать смещение по которому находится начало диска. И укажите порядок накопителей. Указав все известные параметры здесь вы видите ваш рейд. Если параметры указаны верно, развернув его здесь появятся папки. Заполнив параметры кликните по кнопке добавить. После чего в рейд появится в менеджере дисков. Далее запустите анализ, выполните поиск файлов и восстановите нужные. В заключении хочу напомнить вам о важности регулярного резервного копирования данных с рейд массива. Это поможет избежать потери информации и облегчить процесс их восстановления в случае сбоев. Также помните, что восстановление данных с рейд требует особого внимания. Так как одно неправильное действие может повлечь за собой полную потерю информации на дисках. Если вы не уверены в своих силах лучше обратитесь за помощью к профессионалам. Итак, теперь вы знаете, как вернуть доступ к данным в случае выхода из строя сетевого хранилища. Если вам нужно восстановить систему сетевого хранилища LSE 5 Big Network 2 после сбоя или замены дисков, пишите в комментариях, постараемся вам помочь. А на этом все, надеюсь данное видео было вам полезно. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. Свои вопросы задавайте в комментариях под видео. Всем спасибо за просмотр, пока. Субтитры сделал DimaTorzok